Истинная беспристрастность дарит вам возможность освободиться от желания контролировать то, что не подлежит контролю. Вы теряете беспристрастность, когда начинаете отождествлять себя с всеобщей гармонией. Поймите, что только всеобщая гармония контролирует все происходящее во всех мирах. Вы ни чего не можете контролировать, кроме своих низших оболочек. Но вы всегда стремитесь контролировать высшие сферы мироздания, которые не подлежат вашему контролю, ибо даже ваш маленький клопиный ум не может вместить их масштабность и величие. Вся слава всеобщей гармонии! Ум от видения, как вы видите издание нашей книги и несение славы нами всеобщей гармонии, наше скромное служение. Вся слава всеобщей гармонии! Воистину, это более чем скромное служение, но это единственное, на что вы способны. Вы даруете возможность реализовать еще один канал сбора информации из миров видения в архи-матери-земли. Ибо мы должны осознать, что любая материальная книга является вратами в миров видение. Поличность, которая будет познавать эту информацию, будет познаваться мирами видения. И это будет для нее благом. Вся слава всеобщей гармонии! Благословите нас на возвращение! Вся слава всеобщей гармонии! Ступайте и несите славу всеобщей гармонии! Да будет так! О мать, почему ты представляешь всеобщей отца нашего небесного? В какой цели? Вся слава всеобщей гармонии! Всевышний Отец Наш Небесный – это неотъемлемая причина мистерии существования миров Иисуса, как проявления миров целительства. Миры целительства отвечают за исцеление сердца, энергию сострадания и милосердия в очень глобальном плане. Но миры Иисуса реализуют непосредственный путь постижения этого сострадания. И это сострадание появляется за счет этой игры, за счет устремленности к личности всеобщей гармонии, которой есть Всевышний Отец Небесный, о котором говорит Иисус. Вся слава всеобщей гармонии! Мой мать целительства, скажи, пожалуйста, как ты видишь то творчество, которое нам удалось материализовать и воплотить наше общение, наши контакты, и ту информацию, которую мы передали в книге под названием «Возвращение к всеобщей гармонии». Как ты ее видишь, как ты ее воспринимаешь? Как ты видишь те энергии, которые мы смогли провести и передать? Вся слава всеобщей гармонии! Это хорошее творчество, ибо направлено оно на благо. Личности могут задуматься о том, что, может быть, их представление о сострадании не столь совершенное, их представление о положении Иисуса не столь правильно, как принято думать. Это благоприятно, ибо ключевой особенностью вашего иерархического восприятия является именно соотношение и положение Иисуса в этих отношениях. Безусловно, уважение к Соломону, уважение к таким личностям, как Господь Илья, благоприятно. Но если при этом преувеличивать верховное положение Иисуса, это значит ограничивать всеобщую гармонию, всего лишь ограниченными представлениями о сострадании, которые к тому же извращаются несовершенным восприятием земных личностей. Всеобщая гармония многогранней, чем это могут себе возомнить, а быть гораздо многогранней, чем вы можете передать информацию об этом. Но это уже лучше, чем примитивное обусловленное восприятие, которое свойственно вашему миру. Вся слава, всеобщая гармония. Помоцелиться, одаря нам необходимые заряды, прими наше скромное отношение. Вся слава, всеобщая гармония. Да будет так. Примите заряды сострадания и примите заряды целительных энергий. Да благословить всеобщую гармонию ваших сердца, да раскроются чаши грааля в них. Да будет так. Благословимо. Мы благодарим. Вся слава, всеобщая гармония. Помоцелиться, одари нам крупицу мудрости и крупицу знания. Вся слава, всеобщая гармония. Подлинная мудрость никогда не выражается в словах на уровне ума. Подлинная мудрость никогда не опирается на разум, ибо находясь в обусловленном состоянии материального мира, вы не можете выйти на восприятие разума. Но сердце обладает истинной и подлинной мудростью. Когда вы следуете за своим сердцем, вы не ошибаетесь в своем пути. Постижение благодати начинается с постижения законов вашего сердца, которое и является золотой серединой подлинного сострадания. Вы ищете абстрактную золотую середину, но та золотая середина, которая заложена в вас самих, это чаша грааля вашего сердца. Вся слава, всеобщая гармония. О, мать лица, скажи, пожалуйста, вся слава, всеобщая гармония. Почему Соломон не признает такую золотую середину, как чашу грааля? Вся слава, всеобщая гармония. Соломон любит играть, и Соломон наделяет золотую середину другими качествами, которые свойственны благодати. Эти качества позволяют ему быть действующим началом по воле всеобщей гармонии, играть ту или иную роль, руководствуясь восприятием золотой середины. Однако в этом ума настроении нет ничего, что противоречит восприятию чаши грааля и состраданию, потому что не обладая состраданием, вы не обладаете мудростью. Подлинное сострадание позволяет вам видеть свое истинное положение, свое истинное предназначение, истинное величие всеобщей гармонии. Можно сказать, что сострадание – это и есть правда, ибо сострадание и есть эта беспристрастность, которая позволяет вам видеть правду, видеть истинное положение вещей. И благодать есть видение истины, видение правды, которое уже позволяет играть ту или иную роль, не забывая об истинном положении вещей. В этом универсальная сущность, чаши Грали. Почему чаша Грали имеет место быть в мирах целительства, но в мирах Покрова она уже не имеет такого значения? Почему? Вся слава всеобщей гармонии. В мирах Покрова чаша Грали имеет значение и большее, чем вы думаете. Но ее размытые очертания объясняются тем, что в мирах Покрова стирается личностная сущность. Тогда как в мирах целительства личностная основа является первопричиной всего, ибо мистерия возможна только с участием личностей, которые наделены качествами, которые играют роли, и даже всеобщая гармония приобретает личностные формы. Она становится Всевышним Отцом Небесным, и это тоже часть этой мистерии. В мирах Покрова эти личностные отношения сглаживаются, потому что в мире Покрова есть завеса тайны, которые окутывают мистерию Иисуса и Его сподвижников. Ибо эта мистерия может быть доступна только истинно кротким. И истинно кроткие благословляются благословениями из миров Покрова, и благодаря этим благословениям они обретают возможность видеть тонкости проявления сострадания. Вся слава всеобщей гармонии. Почему много в мирах целительства говорят о сострадании, но мало говорят о радости? Ибо мы можем не только сострадать тем, кто страдает, но и радоваться за тех, кто радуется. Вся слава всеобщей гармонии. В мирах целительства говорят и о радости, ибо сострадание в мирах целительства такое же универсальное понятие, как и остальные энергии в других мирах. Сострадание предполагает и скорбь, и радость, правильное соотношение, которое позволяет установить взаимопонимание с личностью, которая принимает сострадание. Как сострадает нам всеобщая гармония в нашем обусловленном положении, так и мы сострадаем тем, кто стоит ниже по иерархии, давая возможность им получить знания, которого объективно они не достойны, но достойны по воле всеобщей гармонии. Как всеобщая гармония помогает нам больше, чем мы этого достойны, так и мы должны помогать им больше, чем они этого достойны. Если ты будешь давать больше, то и получать будешь больше, и этот закон действует всегда. Но Иисус реализует высшую степень сострадания, ибо Он стремится уравнять себя с теми, кому даруют милость. И это есть высшая степень жертвенности, которая помогает перестраивать восприятие многих законов всеобщей гармонии, и давать шанс даже самым падшим, и личностям, которые запутались в демонических реакциях, получить новый шанс на спасение. Вся слава всеобщей гармонии. Неужели это что-то новое в плане спасения, то есть Иисус даже земных не смог спасти, а уже пытается даже снизойти даже к демонам? Или это тоже очередная мистерия, которая в действительности не имеет такого практического значения? Вся слава всеобщей гармонии. Все, что связано с мирами целительства, является мистерией. И вы должны, не должны об этом забывать. Иисус, который пожелал сыграть эту роль, пожелал сыграть мистерию. На самом деле мистерия не предполагает того, что Иисус будет брать на себя чужие грехи и давать освобождение личностям, которые нагрешили. Но Он дает им возможность на мгновение увидеть мир таким, какой Он есть, благодаря силе Своего сострадания. Он может дать им заряд личной силы, чтобы они могли сделать решительный рывок по отношению к всеобщей гармонии. И это то, что может дать им Иисус. Но это всего лишь еще один шанс, ибо у них всегда остается свобода воли. И, как правило, невежественные личности в земных и загробных мирах еще больше пугаются, когда им дают этот шанс, и их невежество еще больше бунтуется. Поэтому оказалось, что Иисус не может нести такую ответственную миссию, и Всевышний Тесненебесный и всеобщей гармонии Его об этом не просили. Но эта мистерия присутствует всегда. И, как правило, эта мистерия всегда заканчивается провалом. Потому что истинная борьба начинается тогда, когда личность проходит через страдания, ибо ее невежество столь велико, что только страх перед страданиями может очистить ее, тогда, как она пренебрегает истинным и милостивыми чистыми энергией миров целительства, считая их как само собой разумеющееся проявление всеобщей гармонии. Тот, кто не уважает правление миров целительства, не может достигнуть освобождения с помощью этих энергий, но поскольку эти энергии очень тонкие, невежественные личности пытаются их заэксплуатировать или разрушить. Это величайшая глупость. Поэтому Иисус и не имеет власти давать подлинное освобождение. Он оставляет свободу выбора, тогда, как Господь Илья в своем невежестве сжигает всех и страх вынуждает этих личностей делать соответствующий выбор в сторону освобождения. Вся слава всеобщей гармонии. Как ты воспринимаешь такое понятие и понимаешь понятие целительства, то есть это есть исцеление, то есть приобретение той целости, которая была утрачена? Как это правильно понимать? Вся слава всеобщей гармонии. Исцеление это мистерия, которая начинается с единого восприятия, потому что исцеление это есть возвращение к всеобщей гармонии, которая касается не только личностей, пребывающих в загромных и демонических мирах, но и нас самих в первую очередь. Те, кто пребывают в мирах целительства, потому что те, кто пребывают в мирах целительства, еще бесконечно далеки от всеобщей гармонии. Общий принцип этого восприятия состоит в том, что целитель знает, что он также нуждается в милости и в исцелении, как тот, кого он исцеляет. Но эти иерархические структуры сглаживаются в сознании невежественных людей, и они начинают уравнивать целителя свое положение, тогда как это уравнение должно происходить только пред ликом всеобщей гармонии, пред величием Всевышнего Отца Небесного. Тот, кто нуждается в исцелении, принимает в этом процессе не меньше участия, чем тот, кто исцеляет или тот, через кого происходит исцеление. И этот процесс сам по себе является мистерием, потому что всеобщая гармония дарила каждому свое положение, и исцеление это есть не более чем духовный прогресс и рост. Но осознание своего падшего положения, осознание этой жажды и желания исцеления, есть одно из качеств мистерии исцеления и сострадания. Вся слава всеобщей гармонии. О, Материца, скажи, пожалуйста, какова проблема со зрением у нашего друга Станислава, ибо он из миров Иисуса, из миров Целительства? Вся слава всеобщей гармонии. Почему он болеет? Добой так. Причиной этому является неправильное сострадание, но также цикл в развитии его личностной формы в иерархии Матери и Земли, связанный с обострением воздействия загробных миров на общую структуру рода. Когда эти два процесса воссоединяются, получаются подобные эффекты взаимодействия. Неправильное сострадание этой личности в прошлом дает свои результаты сейчас, хотя сейчас это не есть основная проблема, которая является причиной этого состояния. Вся слава всеобщей гармонии. Материца, вся слава всеобщей гармонии. Ты можешь нам раскрыть более основную причину его такого состояния, с чем это связано? Вся слава всеобщей гармонии. Добой так. Это является основной причиной его состояния. Конечно, с точки зрения материального восприятия, оно связано и с его окружением, и с деятельностью в материальном мире. Но миры целительства видят те недостатки, которые присутствуют в нем самом, но не в его окружении, потому что это уже более материалистический взгляд на эту проблему. Вся слава всеобщей гармонии. Ума целительства, скажи, пожалуйста, с какой точки зрения надо подойти самому Станиславу, то ли с внешней, то ли с внутренней, дабы решить эту проблему? А если с внутренней, то что ему нужно осознать в плане своих собственных недостатков, которые не зависят от окружающих его личностей? Вся слава всеобщей гармонии. Необходима чистота и работа над энергетической чистотой. Много грязи, связанная с тем, что он тратит личную силу не в правильном направлении. Направляет он на бесполезную материальную деятельность, не восполняет эти потенциалы. Необходимо внутреннее уединение и внешнее также. И наработка созерцательности, и устремленности к беспристрастному состраданию без личностного плана. Ибо это есть важная проблема, важный аспект для осознания. Но прежде всего необходимо очищение. Ибо много воздействия загробных миров, которые прожигаются огненными энергиями. Вся слава всеобщей гармонии. Вам оцелитесь, какой должен быть правильный подход в работе с Саниславом с нашей стороны. Что мы можем ему сказать, что мы можем ему предложить. А может быть что-то мы должны ему даже и навязать. Как нам правильно поступить? Посоветуй. Вся слава всеобщей гармонии. Да будет так. У вас нет задачи навязывать те или иные программы. Ибо эта личность сама может сделать выбор. В его случае было бы благоприятно продолжительное, но не навязчивое воздействие и работа. Которая должна начинаться с огненного очищения. И далее на это огненное очищение должны быть наложены заряды миров целительства и миров видения. Но первопричиной этого состояния является состояние предков в загробных мирах, связанных с этой личностью. Вся слава всеобщей гармонии. Материца, почему так обострилось состояние его предков в загробных мирах? Это какой-то случайный или все-таки зависящий от его земной деятельности такой результат? Как это правильно понимать? Вся слава всеобщей гармонии. Происходящее не зависит от его земной деятельности. Оно зависит от деятельности его рода. Однако его земная деятельность истощает потенциалы защиты, которые могли бы ему пригодиться в этой борьбе. Вся слава всеобщей гармонии. Ома Целительства, скажи, пожалуйста, а если идет удар по чистоте сердца, точнее, по чистоте глаза, то это тоже связано с чистотой сердца или это проблема более связана с мирами восприятия, мирами созерцания и видения? Вся слава всеобщей гармонии. Это состояние связано с восприятием миров видения, общим отсутствием беспристрастности, ибо эта личность проявляет неуместную форму благодати, неуместную форму сострадания, не обладая потенциалом личной силы, она не может заплатить за те или иные проявления. Поэтому этой личности не хватает беспристрастности. И это проблема, которая связана и с его ближайшими предками, что еще в большей степени обостряется в этом проявлении. Вся слава всеобщей гармонии. Как вы понимаете, с ближайшими предками вся слава всеобщей гармонии? Не только ему свойственна эта проблема. Эта проблема свойственна ему по его индивидуальным качествам, то есть не связанным с его родом. Но отпечаток этой проблемы вообще свойственен его роду. Вся слава всеобщей гармонии. Помоцелиться, каковы ты видишь необходимые заряды, необходимые для исцеления, для меня, для моего сердца, для чаши града. Что ты можешь посоветовать мне? Вся слава всеобщей гармонии. Тебе необходимо научиться воспринимать энергии миров свительства, как обладающую внутренней силой. Ты склонен идеализировать внешнюю силу, не понимая, что целительная энергия обладает гораздо большим потенциалом силы, чем грубая огненная энергия. Но, безусловно, миры целительства признают, что для вашего земного восприятия целительная энергия будет иметь ощутимую силу, в том случае, если она будет наложена на восприятие личной силы в плане низших огненных миров. Поэтому тебе необходимы эти заряды, которые подкреплены проявлением низших форм огненных миров энергиями Господа Ильи. Но ты пренебрегаешь энергией сострадания, ты не чувствуешь ее основы, не чувствуешь ее внутренней силы, которая в ней присутствует. Тебе необходимо с этим работать, ибо эта энергия нужна для жизни в архиматери-земле так же, как нужна и энергия благодати. Но энергия сострадания уже дается на более высоком уровне постижения законов благодати. Вся слава всеобщей гормону! Моя целительство, мы просим необходимые заряды, очистим мое сердце, дай необходимую подзарядку и дай славу всеобщей гармонии нам! Вся слава всеобщей гармонии! Да будет так! Примите эти заряды, да благословит вас всеобщей гармонии, да благословит вас Всевышний Отец Небесный! Да будет так! Вся слава всеобщей! Субтитры создавал DimaTorzok Истинное сострадание имеет наибольшую силу, когда оно опирается на благодатное знание. Стихийное сострадание так же невежественно, как стихийное разрушение невежественных форм огненных миров. Иисус называет бесовским неправильное сострадание, которое проявлено в невежественной форме огненных миров, ибо Иисус, обладая совершенным видением, видит энергию сострадания во всем, во всех энергиях всех миров. Самое чистое сострадание присутствует в мирах всеобщей гармонии, ибо тот, кто всегда помнит, что всеобщая гармония гораздо более милостива к нему, чем нежели он заслуживает, находится в правильном умонастроении восприятия энергии сострадания. Вся слава всеобщей гармонии! Матриса, а как это правильно понимать? Вся слава всеобщей гармонии? Сострадание предполагает мистерию, ибо это и есть важность качества восприятия. Сострадание опирается на благодатность. Благодатность говорит, что все справедливо, что ты получаешь по заслугам, или не получаешь, потому что не заслужил этого. Но сострадание предполагает дополнительную возможность для накопления внутренних ресурсов, духовной силы и энергии всеобщей гармонии, потому что, зная, что все справедливо, и что ты не получишь больше, чем заслужил, когда ты осознаешь, что ты не достоин получить даже то, что получаешь, ты нарабатываешь дополнительные потенциалы энергии, которые могут задействовать в служении всеобщей гармонии. Сострадание – это и есть высшая виртуозная форма благодатности, которая дарует возможность тонкого восприятия. Но по сути, это мистерия, то есть дополнительная форма игры в условиях существования закона всеобщей гармонии, потому что все благодатно, все справедливо, и меры целительства знают об этом, ибо универсальной формой энергии является энергией благодати. Вся слава – всеобщей гармонии. Мастер Лисея, а как ты воспринимаешь энергию благодати в мирах целительства и разницу энергии благодати, которая в мирах благодати? Вся слава – всеобщей гармонии. Энергию благодати в мирах целительства присутствует в мирах целительства. Личности, прославляющие всеобщую гармонию, опираются на энергию благодати. Прославляя сострадание, милосердие, чашу грааля, они всегда непременно, в конце концов, сведут все к восприятию благодати. Но личности, прославляющие Всевышнего Отца Небесного, никогда не будут говорить о законах благодати. Они будут идеализировать энергию миров целительства. И полноправными действующими лицами мистерии являются сподвижники Иисуса, и Он Сам, прославляющий слава Всевышнего Отца Небесного. Они живут по законам благодати, но при этом они играют свои роли и никогда не выйдут из них. Вот тонкости проявления энергии мира благодати в мирах целительства. Вся слава – всеобщей гармонии. Как ты воспринимаешь сострадание Господа Ильи? В какой степени дешница она обладает качеством сострадания, а в какой степени она уже не обладает этим качеством сострадания и снисхожения? Слава Всевышнего Отца Небесного. Сострадание – это очень тонкое и неуловимое качество. Когда мы смотрим на Господа Илью с точки зрения мистерии сострадания, мы видим, что он обладает состраданием, так же, как обладают состраданием все иерархи. Он снисходит, и он бесконечно снисходит больше, чем может по своим потенциалам снисходить. Мы же говорим о том, что он уже равно мог бы уничтожить всех ничтовных своих преданных, но он почему-то их не сжигает, а дарует им новые и новые шансы. Но если мы смотрим на восприятие Господа Ильи с точки зрения благодатного сострадания, с точки зрения благодатного восприятия сострадания, то мы видим, что Господь Илья не обладает состраданием, потому что Его энергии очень грубые, и в Нем едва ли хватает подлинной благодатности, чтобы удержаться на положении иерарха. Такова двойственность восприятия положения Господа Ильи. Но Иисус называет Господа Илью бесом и дьяволом, ибо Он подчеркивает низшую форму энергии сострадания, которую Он являет, тогда как Всевышний Отец Небесный олицетворяет наивысшую форму энергии сострадания. Вся слава всеобщей гармонии. Что нам благоприятно просить, какие предметы силы у Господа Ильи, а что благоприятно просить у Иисуса, ибо это те проявленные личности, которые обладают личностными качествами, как нам правильно спрятать эти предметы силы, соединяя качества и миров целительства, и миров Иисуса, и миров Господа Ильи. Вся слава всеобщей гармонии. Самые могущественные предметы силы получаются тогда, когда Вы предлагаете Иисусу предметы силы от Господа Ильи. Тогда они теряются грубость своего воздействия и получают тонкие энергии, которые работают более эффективно, чем Вы можете себе вообразить. Они не сжигают и не придают страху те или иные души, с которыми Вы работаете, но они открывают в них подсознательные, тонкие энергии, что для них гораздо важнее и практичнее. Вы должны понимать, что предметы силы Господа Ильи направлены на разрушение, на разрушение внешних объектов. Предметы силы, даруемые Иисусом, направлены на внутреннее восстановление потенциала сострадания, на раскрытие сердца, чаши Граали, на восстановление связи с мирами Церительства. Но если они неблагословлены и не заряжены грубой силой низших вам огненных миров, Вы не почувствуете этих зарядов. И на самом деле Вы не просто их не почувствуете, но не будете в них верить. Ибо Ваша невежественная привязанность к Господу Илье столь велика, что Вам необходимо присутствие этих низших огненных энергий в любых предметах силы. Таковы принципы взаимодействия этих энергий. Вся слава всеобщей гармонии. Какие предметы Вам было приятно предложить Иисусу из тех предметов, которые есть у нас от Господа Ильи? Ибо у нас даже есть, по-моему, целительная булава. Вся слава всеобщей гармонии. Иисус может претворить в жизнь любые предметы силы Господа Ильи. Но, по-видимому, Вам не имеет смысла предлагать венец славы, ибо Господь Илья будет разгневан. Это весь Его венец славы. Остальные предметы силы также принадлежат Ему, но Он не испытывает в нем такого чувства собственничества. Поэтому любой предмет силы обретет целительные качества, когда Вы предлагаете Его Иисусу. Вся слава всеобщей гармонии. Какой предмет из тех, которые Ты можешь воспринимать, благоприятно предложить Иисусу? Посоветуй нам. Вся слава всеобщей гармонии. Да будет так. Благоприятно предложить Иисусу проявление копья, ибо копье дает возможность раскрыть тот минимальный потенциал, от которого зависит восприятие на уровне того или иного мира, копье, которое открывает сердце, что может быть более благоприятно. Ибо булава очень грубый предмет силы, направленный на разрушение и на глобальное разрушение. Невозможно реализовать такое глобальное сострадание, как реализует булава глобальное разрушение. Но тонкость восприятия даруется именно таким предметом силы, как копье. Вся слава всеобщей гармонии. Но если есть оружие массового уничтожения, так почему не должно быть такое замечательное качество, как массовое исцеление, которому даровали булава? Что мы можем еще узнать о массовом исцелении? Вся слава всеобщей гармонии. Чем более могущественная форма исцеления стоит за этим процессом, тем больше личностных и огненных качеств должно присутствовать в том, кто берет на себя ответственность за этот процесс. Ибо как в том, кто уничтожает, так и в том, кто исцеляет, должно быть проявлено яркое личностное начало. И это личностное начало определяется потенциалом личной силы. Это оборотная сторона одной и той же медали. Вы должны помнить об этой тонкости. Но тонкое воздействие на уровне миров церинства может иметь больший эффект, потому что не нужно демонстрировать свою личностную форму. Необходимо отрекаться от результатов этого процесса и своей деятельности. И это достигается благодаря ненавязчивому воздействию, которое может быть более эффективным. Вся слава всеобщей гармонии. Материца, как ты видишь состояние моей сестры Ирины, состояние ее сердца? Вся слава всеобщей гармонии. В этом сердце живет страх, ибо присутствие реального воздействия загробных миров и столкновения с демоническими структурами Матери-Земли накладывают свой отпечаток на ее восприятие. Теперь больше личной силы уходит на борьбу с этим страхом. В том случае, если ей удастся его победить, она выйдет на новую ступень восприятия. Но, скорее всего, по ее потенциалам она не сможет справиться с этим состоянием. Поэтому она потеряет этот потенциал, который мог бы быть направлен на более конструктивную деятельность. Вся слава всеобщей гармонии. Материца, благодарна была бы мне вмешаться в ее состояние, дадим необходимые заряды очищения, что, в принципе, зависит от меня, насколько было бы выгодно и мне, и моему роду, и окружающимся для всеобщего процветания и исцеления. Вся слава всеобщей гармонии. Ты не можешь вмешаться правильно, поэтому тебе лучше не вмешиваться. Сейчас нельзя воздействовать на уровне низших энергий огненных миров. Это воздействие возможно, но оно не должно быть стихийным, оно должно быть очень конструктивным, четким и непродолжительным. Необходимо воздействие на уровни миров церительства, но так, чтобы это не было проявлением примитивной земной клопины жалости, ибо невежество этой личности жаждет именно этой жалости. Земная жалость проявляется тогда, когда эгоизм того, кто проявляет это сострадание, не очищается, и правильное проявление миров церительства достигается тогда, когда личность не зацикливается на эгоистическом восприятии этой энергии. Поэтому эта энергия должна быть ненавязчивой, бескорыстной, и так, чтобы эта личность не знала об этом воздействии. Это единственное, что от тебя зависит. Вся слава всеобщей гормой. На свидетельстве нам благоприятно пообщаться с какой-то личностью из миров церительства. Вся слава всеобщей гормой. Это возможно, хотя вы не нуждаетесь сейчас в общении с личностями из миров Иисуса. Общий глобальный заряд миров церительства это то, в чем вы нуждались, то, что вы получили для дальнейшей работы, для служения вашему учителю. Вся слава всеобщей гормой. Мацлиса, подскажи нам, какой наш дальнейший шаг, в какую иерархию нам надо пойти, и какие заряды нам еще необходимы. Вся слава всеобщей гормой. У вас сейчас хорошие потенциалы, и вам благоприятно пойти пообщаться с мирами видения и с мирами покрова. В мирах видения получить нужную для вас информацию и, главное, заряды беспристрастности. Да будет так. А можно ли это делать прямо сейчас? Да будет так. Вам от видения. Благословно знать,